В польском МВД заявили о том, что Польша может закрыть железнодорожное сообщение с Беларусью. Я буквально процитирую замглавы польского МВД, что он сказал. Мы понимаем, что значительная часть торговли, в том числе польской, идет именно по этому пути, китайская тоже. Я думаю, что китайцы должны будут послать правильный сигнал Лукашенко, чтобы он не предпринимал действий, от которых они пострадают. Ну, я помню, мы с вами обсуждали, Татьяна, вот визит Лукашенко в Китай к Си Цзиньпину. А неужели там еще Си Цзиньпин все эти правильные посылы Лукашенко не артикулировал? И будет ли сейчас Китай в случае закрытия железнодорожного сообщения Польши реагировать и как-то давить на Лукашенко? Если предупреждений никаких тогда не было. Вы понимаете, в чем разница между Китаем и Москвой? Принципиальная. В чем? Москва плюет на красные флажки. Если это в ее интересах, она ворует детей, бомбит, нападает. Вот это вот «Их там нет», которые были в свое время на Донбассе, давно закончилось. Все. Уже никакие... Все, все, все. Все красные флажки уже пройдены. Все рэперные точки и все точки бифуркации. Это самоуничтожение вопрос только времени. То Китай? Нет. Китай – стратегия на сотни лет. Ему Лукашенко зачем? Он же не будет вписываться публично. Он может пожать, он никак не будет влиять. Политика Китая – это латентное влияние, чтобы мир крутился вокруг Китая. Но, боже, сохрани, какая агрессия. Мы просто периодически показываем, и у нас учения вокруг Тайваня, потому что это наша территория. А весь остальной мир – разбирайтесь вы сами. Вот как ведет себя Китай. Но окей, позвонит. Ну, понятно, что не сам Си, неважно, какой-то из его высоких чиновников отреагирует. Написал уже докладную записку. Товарищ Си, значит, там поляки заявили, что сейчас закроют железнодорожное сообщение с Беларусью. Мы, кстати, про это давно говорим, что это одна из очень действенных мер. То есть, товарищ Си, у нас в день, грубо говоря, идет 75 составов. На сумму столько-то миллиардов. Они проходят через Беларусь. Соответственно, они все упрутся друг в дружку. И мы, соответственно, нарушаем все договоренности с партнерами. У нас не отгрузки, у нас штрафные санкции. И вообще, что будем делать, товарищ Си? И вот тут понятно, что Китай вырубает какую-то там стратегию и, допустим, скажет Лукашенко каким-то образом, я не знаю, телефонограммой по телефону, какой-то нотой еще. Не обязательно, что мы про нее, кстати, будем знать. Вы же понимаете. Он скажет что-нибудь типа, уважаемый Александр Георгиевич, можете ли вы каким-то образом разъяснить нам, на что мы должны рассчитывать в ближайшее время, на какие с вашей стороны компенсации или действия или там еще что-то, ну, они сформулируют, да, в зависимости от того, что у них прописано в предыдущих договорах о том, что значит транзит идет через Беларусь. Если Республика Польша закроет вам раздорожные сообщения, какие вы видите варианты выхода из этой ситуации с учетом того, что в данном конкретном случае страдают интересы Китайской Народной Республики? Вот это так будет выглядеть. Никогда из Китая не придет. То есть мы так говорим, что Китай, естественно, посылает сигналы и, естественно, и Путину был послан сигнал, что как бы применение ядерного оружия, да, это не самая хорошая идея. Но это не было, значит, так, Вова, если ты применишь ядерное оружие, мы, значит, вот прям тебя в бункере достанем или еще что-то. Нет. Так в политике не разговаривают, особенно в большой политике. Это только Москва так разговаривает. Слышь, Макрон, если ты сейчас мне тут еще вякнешь, у тебя война будет завтра в твоей Франции. Это московская история. Это они с Саакашвили так разговаривали, там, я не знаю, с кем еще. С Сарксяном, с Януковичем, которому сказали, слышь, дебил, мы тебя завтра убьем, если ты только рыпнешься в Евросоюз, и у тебя будет война. А с президентом ЮАР они так разговаривают. О чем он, собственно говоря, недавно признался, что Путин реально грозил ему войной. Если вы меня арестуете, все, мы завтра с вами воюем. Так не ведет тебя китай. И поэтому у Лукашенко, вот он сидит, смотрит, читает, значит, письмишко из Китая, где, значит, он говорит, Александр Григорьевич, говорит Натаха Эйсман, вам это, срочное донесение из Китая. И он читает. Я утрирую, может быть, где-то тут меня периодически обвиняют в том, что я тут устраиваю театральное представление. Но, граждане, я это делаю для того, чтобы вы понимали, что вам очень часто просто кажется, из того, как формулируют какие-то журналисты или информагентства, или даже спикеры, политологи всякие, они с умным видом рассказывают, как Китай сейчас пересечет. Ты чего не будет пересекать? Китай будет смотреть, как в этой ситуации. Я прошу прощения, Татьяна, а Лукашенко такое сообщение совсем не напугает? Да, он вызовет всех своих министров, начнет стучать кулаком пост, он же психический. Он, когда получает какую-то информацию, из которой он не понимает, что делать, какой выход, он реально впадает в гнев. Он же бьет своих министров, вы в курсе? Я не раз про это говорила. Ничего себе. Да, 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 он такой, у него, знаете, как это, удар справа, говорят, серьезно. Он Прокопович, Петр Прокопович, в свое время глава Нацбанка, который не удержал курс, попал после встречи с Лукашенко в больничку с отрясениями и с повреждениями всего, чего можно. Его там оттаскивали. Витю вызывали, потому что охрана же не может президента трогать. Витю вызывали, чтобы он оттащил, когда он лупил этого бедного главу Нацбанка. Поэтому он в этой ситуации оказывается между молотом и наковальней. Потому что очевидно, что интересы в Беларуси, Китае и Москве, они вообще не совпадают. Я вам скажу больше. В прекрасной шанхайской организации сотрудничества, куда входит Россия, Россия уже чисто токсик, который ставит под вопрос вообще существование шанхайской организации сотрудничества, потому что все их какие-то планы, они, очень многое завязано на России, а там санкции, а как? А что мы теперь можем сделать общего, то, что они планировали в своей шанхайской организации сотрудничества, если один из их членов России, которая под санкциями, и тут же вторичка прилетит ко всем. Оно им надо. Всем остальным участникам. А там и Индия, и Пакистан, и кто там еще. Там, ну, полмира, по факту. Вот, поэтому Лукашенко вызовет министров, начнет орать. Вряд ли это покажут по полу первого. Нет. И они начнут судорожно думать, как выходить из этой ситуации. И вот тут институт изучения войны, возможно, знает, что такая, допустим, бумаженция уже получена. Потому что у нас же сейчас учение, да, на границе с Польшей и Литвой. А мы помним, что произошло после учения на границе с Украиной. 24 февраля 2022 года. Тоже же учились-учились, учились-учились и доучились. Выпустились, так сказать, да, на чужую территорию. И возможно, что уже прямо сейчас происходят вот эти торги между здесь, иностранными Евросоюзом, ну, потому что, представляете, да, там, сейчас какая-то Беларусь непонятная вообще нападает на Литву или Польшу. То есть там же нет якобы российских войск, да. То есть там есть кто? Белорусская армия и вагнеровцы. Ещё какие-то подъедут российские войска, потом скажут, это не мы, там наши ушли. То есть доказывая потом, это было как было на Донбассе, доказывая потом, что это русские, да, они местные между собой передрались. Сколько лет закрывались глаза всем миром на то, что это вторжение России? А вот это в 22-го, в 22-м году, в 24-го стало очевидно. Так Россия сама объявила, мы начинаем специальную военную операцию, прости господи, опять же, да, на территорию Украины по спасению, так сказать, наших граждан. Так это Россия сама объявила. А тут же никто может ничего и не объявлять. То есть начнутся провокации, и это уже будут, допустим, не просто провокации с мигрантами, которые камнями швыряются в пограничников, например, выстрелы с жертвами, ДРГшники какие-нибудь, которые будут заходить на территории Литвы или Польши. А вагнеровцы это кто? Это бандиты, это ДРГшники, по факту, это обученные работать мелкими группами убийцы. Все, пошли, постреляли, поубивали, вернулись, вышли опять на территорию Беларуси. Что? Кто-то будет пулять ракетами по Беларуси? Какие юридические основания? А кто там хулиганил на этих Польшах и Литвах? Вообще непонятно. Путин говорит, ценим его нос, а мол, Лукашенко говорит, я вообще ни при чем. И, соответственно, поляки и литовцы напряглись, потому что они понимают, что они имеют дело с дикарями, с выродками. С них можно ждать чего угодно. И единственное, что они могут сделать, с учетом того, что это цивилизованные страны, не просто вырубить там очередные санкции, а с делом полностью. Обрубить вообще все сообщения. Я не помню, кто-то из наших подсчитывал, какие убытки будут терпеть разные страны. Я сейчас не вспомню. Может быть, вам стоит погуглить. Если вдруг будет прекращено железнодорожное сообщение через Беларусь в Европу, именно пассажирская бог с ним, грузоводцы, если товарники перестанут ходить, это прям убытки-убытки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!